Издательство АСТ представляет Владимир Сорокин. Сердца четырёх. Читает Иван Литвинов. Олег толкнул дверь ногой и вошёл в болшную. Народу было немного. Он прошёл к лоткам, взял два белых по двадцать и половину чёрного. Встал в очередь за женщиной. Вскоре очередь подошла. — Пятьдесят, — сказала седая кассирша. Олег дал рубль. — Ваши пятьдесят, — дала сдача кассирша. Прижав хлеб к груди, он двинулся к выходу. Выйдя на улицу, достал полиэтиленовый пакет, стал совать в него хлеб. Батон выскользнул из рук и упал в ложу. Чёрт! Олег наклонился и поднял батон. Он был грязный и мокрый. Олег подошёл к урне и бросил в неё батон. Затем взял пакет поудобней и двинулся к своему дому. — Эй, парень, погоди! — окликнули сзади. Олег оглянулся. К нему подошёл, опираясь на палку, высокий старик. На нём было серое поношенное пальто и армейская шапка-ушанка. В левой руке старик держал авоську с чёрным батоном. Лицо старика было худым и спокойным. — Погоди! — повторил старик. — Тебя как зовут? — Меня? — Олег, — ответил Олег. — А меня? — Генрих Иванович. — Скажи, Олег, ты сильно торопишься? — Да нет, не очень. Старик кивнул головой. — Ну и ладно. Ты наверняка вон в той башне живёшь. Угадал? — угадали, — усмехнулся Олег. — Совсем хорошо. А я подальше, у океана. — Старик улыбнулся. — Вот что, Олег, если ты впрямь не спешишь, давай пройдёмся по нашему, так сказать, общему направлению и подтолкуем. У меня к тебе разговор есть. Они пошли рядом. — Знаешь, Олег, больше всего на свете не терплю я, когда морали читают. Никогда этих людей не уважал. Помню, до войны ещё отдали меня летом в пионерский лагерь. И попался нам вожатый эдкий моралист. Всё учил нас, пацанов, какими нам надо быть. Ну и, короче, сбежал я из того лагеря. Некоторое время старик шёл молча, скрипя протезом и глядя под ноги. Потом снова заговорил. — Когда война началась, мне четырнадцать исполнилось. — Тебе сколько лет? — Тринадцать, — ответил Олег. — Тринадцать, — повторил старик. — Ты про Ленинградскую блокаду слышал? — Услышал. — Слышал, — повторил старик, вздохнул и продолжил. Мы тогда с бабушкой да с младшей сестрёнкой Верочкой остались. Отца в первый день, двадцать второго июня, под Брестом. Старшего брата под Харьковом. А маму на Васильевском в бомбоубежище завалила. И остались мы стар да мал. Бабуля в больницу пристроилась. Верочку на дежурство с собой брала. А я на завод пошёл. Научили меня, Олег, недетской работе снаряды для Катюш собирать. И за два с половиной года собрал я их столько, что хватило бы на фашистскую дивизию. Вот. Если б не начальнички наши вшивые во главе со Ждановым, город бы мог нормально продержаться. Но они тогда жопами думали, эти сволочи, и всех нас подставили, а продовольствия и не позаботились. Не смогли сохранить. Немцы Бадаевские склады сразу разбомбили. Горели они, а мы, пацаны, смеялись. Не понимали, что нас ждёт. Сгорело всё. Мука, масло, сахар. Потом зимой туда бабы ходили, землю отковыривали, варили, процеживали. Говорят, получался сладкий отвар от сахара. Ну и, в общем, пайка хлеба работающему 200 грамм. Иждивенцу 125. Как Ладога замёрзла Верочку на материк по дороге жизни, сам её в грузовик подсаживал. Бабуля крестилась, плакала, хоть она выживет. А потом уже, когда блокаду сняли, узнал, не доехала Верочка. Немцы налетели, шесть грузовиков с детьми, ранеными под лёд. Старик остановился, достал скомканный платок, высморкался. Вот, Олег, какие были дела. Но я тебе хотел про один случай рассказать. Вторая блокадная зима. Самое тяжёлое время. Я, может, и вынес это, потому что пацаном был. Бабуля умерла, соседи умерли, и не одни. Каждое утро кого-то на саночках везут. А я на заводе. В литейный зайдёшь, погреешься. И опять к себе на сборку. И накануне Нового года приходит ко мне папин сослуживец Василий Николаевич Кошелев. Он к нам иногда заглядывал, консервы приносил, крупу. Бабулю хранить помог. Заходит и говорит, ну, стахановец, одевайся. Я говорю, куда? Секрет, говорит, новогодний подарок. Оделся. Пошли. И приводит он меня на хлебзавод. Провёл через проходную. И к себе в кабинет. А он там секретарём порткома был. Дверь на ключ. Открывает сейф. Достаёт хлеб нарезанный. И банку тушёнки. Налил кипятку с сахарином. Ешь, говорит, стахановец, не торопись. Навалился я на тушёнку, на хлеб. А хлеб этот, Олег, ты б, наверное, и за хлеб-то не принял. Чёрный он, как чернозём. Тяжёлый, мокрый. Но тогда он для меня слаще любого торта был. Съел я всё. Кипятком запил. И просто опьянел. Упал и встать не могу. Поднял он меня к батарее на тюфяк. Положил, спи, говорит, до утра. А он там круглые сутки работал. Отключился я. Утром он меня разбудил. Опять накормил, но поменьше. А теперь, говорит, пойдём, я тебе наше хозяйство покажу. Повёл меня по цехам. Увидел я тысячи батонов. Тысячи. Как во сне плывут по конвейеру. Никогда не забуду. А потом заводит он меня в кладовку. А там ящик стоял. Ящик с хлебными крошками. Знаешь, его в конце конвейера ставили, и крошки туда сыпались. Вот. Берёт Василий Николаевич совок. И мне у валенки насыпал этих самых крошек. Ну и говорит, с Новым Годом тебя, защитник Ленинграда. Ступай домой на проходной, не задерживайся. И пошёл я. Иду по городу. Снег, завалы, дома разбитые. А в валенках крошки хрустят. Тепло так. Хорошо. Я тогда эти крошки на неделю растянул. Ел их понемногу. Потому и выжил, что он мне крошек этих валенки запанул. Вот, Олег, вот и вся история. А вот и дом твой. Старик показал палкой на башню. Олег молчал. Старик поправил ушанку. Кашлянул. И вот какая штука, Олег. Вспомнилось мне всё это сейчас, когда ты батон белого хлеба в урну выбросил. Вспомнил эти крошки, бабушку окоченевшую, соседей мёртвых, опухших от голода. Вспомнил и подумал, чёрт возьми, жизнь всё-таки сумасшедшая штука. Я тогда на хлебные крошки молился, за крысами охотился, а теперь вон, белые батоны в урну швыряют. Смешно и грустно. Ради чего все эти муки? Ради чего столько смертей? Он замолчал. Олег помедлил немного, потом произнёс. Ну, знаете, я это... В общем, ну, больше такого не повторится. — Правда? — грустно улыбнулся старик. — Ого. — Обещаешь? — Обещаю. — Ну и слава богу. А то я, признаться, волновался, когда с тобой заговорил. Думаю, послушает, послушает парень старого пердуна, да избежит, как я тогда из пионерского лагеря. — Да нет, что вы. Я всё понял. Просто, ну, по глупости это. Больше никогда хлеб не брошу. — Ну, я отлично. — Хорошо. Не знаю, как другие, а я ваше поколение верю. Верю, вы Россию спасёте. Верен. Я тебя не задержал. — Да нет, что вы. Тогда, может, теперь ты меня до дома проводишь. О, до того. — Конечно, провожу. — Давайте вашу авоську. — Ну, спасибо. Старик с улыбкой передал ему авоську с хлебом, положил ему освободившуюся руку на плечо и пошёл рядом. — А где вас ранило? — спросил Олег. — Нога? — Это отдельная история. — Тоже не слабая, хоть роман пиши. — Ну, хватит-то тяжёлым. — Ты в каком классе учишься? — В шестом. — Вон, в той школе. — Ага. — Как учёба? — Нормально. — Друзья есть, верные? — Есть. — А подруги? Олег пожал плечами и усмехнулся. — Ничего. Пора уж мужчиной себя чувствовать. В этом возрасте надо учиться за девочками ухаживать. А через год-полтора можно уже и поебаться. — Или ты думаешь рано? — Да нет. — Засмеялся Олег. — Не думаю. — Правильно. — Я тоже тогда не думал. После блокады знаешь, сколько девок да баб осталось без мужей. Бывало, идёшь по Невскому, они так усмотрят. Завлекательно. Однажды в кино пошёл. Первое кино после блокады Александра Невского показывали. Рядом женщина сидела. И вдруг в середине фильма чувствую она мне руку на колено. Я ничего. Она ширинку расстегнула и за член меня. А сама так и дрожит. Я сижу. Она наклонилась и стала мне член сосать. Знаешь, как приятно. Я прям сразу и кончил ей в рот. А на экране ледовая побусь. А она мне шепчет. — Пошли ко мне. Ну и пошли к ней на литейный. И близь с ней целые сутки, что она только со мной не делала. Ух, насосать умел просто, как никто. Так нежно, нежно. Раз и кончаю уже. Тебе никто не сосал? — Да нет. Мотнул головой Олег. Ничего. Все впереди. Вот мы и пришли. Старик остановился возле блочной пятиэтажки. Вот моя деревня, вот мой дом родной. Спасибо тебе за прогулку. Да нет, что. Олег передал старику авоську. Ага. А это что за дела? Старик показал палкой на зеленый строительный вагончик, стоящий рядом с домом под деревьями. Дверь вагончика была приоткрыта. Я, как старый флебустер, пройти мимо не могу. За мной, юнга! Махнула на лоська и захромал к вагончику. Олег двинулся следом. Дверь открыта, замка нет, свет не горит. Никак побывали краснокожие. Они подошли к вагончику. Старик поднялся по ступенькам, вошел, нащупал выключатель, пощелкал. Ага, света нет, за мной, Олег. Олег вошел следом. Внутри вагончика было тесно, пахло краской и калом. Уличный фонарь через окошко освещал стол, стулья, ящики, банки с краской и тряпье. Ну вот, пробормотал старик, и вдруг, отбросив палку и авоську, опустился перед Олегом на колено, неловко оттопырив протез. Его руки схватили руки Олега. Олег, милый, послушай меня, я старый несчастный человек, инвалид войны и труда, милый. У меня радостей-то хлеб да маргарин. Олег, миленький мой мальчик, прошу тебя, позволь мне пососать у тебя, милый. Позволь, Христа ради. Олег попятился в дверь, но старик цепко держал его руки, миленькой, миленькой тебе так хорошо будет, так нежно ты сразу поймешь, научишься и с девочками тогда сразу легче будет. Позволь, милый, немного, я тебе сразу, и вот я тебе десятку дам, вот, десятку, старик сунул руку в карман и вытащил ком бумажных денег. Вот, вот, десять, двадцать, четвертной, милый, Христа ради. Ну что, Олег вырвал руку и выскочил за дверь, сбив со стола банку с окурками. Потеряв равновесие, старик упал на пол и некоторое время лежал, всхлипывая и бормоча. Вдруг в двери показалась фигура мальчика. Олег, умоляю, дернулся старик. Не Олег, тихо ответил мальчик, входя. Сережка, сведешь, стервец, господи, Генрих Иванович, а я Реброву все расскажу, произнес мальчик, притворяя дверь. Стервец, ну, стервец, заворочился старик, приподнимаясь. Стервец, сволки, господи, какие гады! Мальчик подошел к окну и стоял, поглядывая на старика. Старик нашел палку, собрал деньги, стоя на колени, засовывал бумажки в карман пальто. И все прочь меня! Все и все! Я же не клоун, господи! Вы же договор подписали, проговорил мальчик. Косами опять Сережа, Сережа! Старик подполз к нему, обхватил его ноги, прижался лицом в куртке. Бессердечные люди! Вдруг он отстранился и почти выкрикнул. Вот что, стервец, ты меня не учи! Я тучить не буду, Ребров будет тучить. Я плевать, плевать хотел, затрясся старик. Я срал и ссал на вас, срал и ссал, гады! Я сам ответственный, сам! Мы все сами! Мальчик посмотрел в окно. И вот что, Сережа, строго произнес старик, ты со мной! Не пререкайся! А я и не пререкаюсь! Мальчик подышал на стекло и вытер запотевший место пальцем. Ну-ка! Старик стал расстегивать ему штаны. Мальчик недовольно вздохнул и стал помогать ему. Обхватив мальчика за обнажившиеся ягодицы, старик поймал ртом его маленькой член и замер, постанивая. Сережа подышал на стекло и вывел на запотевшем месте свастику. Старик стонал. Жилистые пальцы его мяли из Сережины ягодицы. Мальчик взял его за голову и стал двигаться, помогая. Старик застонал громче. Оттопыренный протез его дрожал, ударяя по ножке стола. Мальчик закрыл глаза. Губы его открылись. Тесно. Проговорил он, старик замычал. Тесно, тесно, зашептал Сережа. Тесно, ну, тесно. Старик мычал. Мальчик дважды вздрогнул и перестал двигаться. Тесно. 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 Продолжение следует...